Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно, что День сельского хозяйства еще помнят у нас и в районе, и в городе. И тем не менее, хочется поздравить от администрации района, от нашего коллектива, всех тружеников сельского хозяйства нашего района. Конечно, у селян, как правило, осень является венцом всех наших сельскохозяйственных работ. Осенью подводятся итоги, которые весь год решают, и погода всегда вносит какие-то корректировки в наши производственные планы. И этот год, конечно, был не исключением, но несмотря ни на какие трудности, несмотря ни на что, все-таки наши сельхозорганизации пришли с хорошими показателями к Дню сельского хозяйства. Если смотреть по нашей основной отрасли, это животноводство, оно в основном представлено молочным животноводством. По итогам работы за 9 месяцев у нас получен высокий производственный валовый надой по району. Это 5 тысяч 19 тонн, рост 5% к соответствующему периоду прошлого года составляет. Конечно, такой показатель достигнут из года в год благодаря целенаправленной работе животноводов по технологии, внедрению новых технологий, по кормлению, по содержанию. Надо дать должное, что все животноводческие помещения у нас прошли модернизацию и вышли на новый современный уровень. Благодаря этому каждый год у нас растет надой на фуражную корову. И сейчас вот по итогам 9 месяцев мы почти получили на корову 4984 килограмма, почти около 5 тысяч. По году ожидается 6,5. Эта динамика ежегодно растет. И, в общем-то, наша основная задача удержать этот надой и увеличить его. И, конечно, нельзя его увеличить и удержать без селекционно-племенной работы. На территории нашего района работает агрофирма «Планета», которая является племенным репродуктором по разведению костромской породы скота. И, конечно, валовое производство молока в этом хозяйстве составляет 60% от валового производства района. И надой по году мы ожидаем по агрофирме «Планета» по племенному стаду около 7 тысяч на корову. И над этим будем работать и будем этот надой удерживать. И другая, не менее важная отрасль нашего сельского хозяйства – это растеневодство. И вообще растеневодство идет у нас по циклам, начиная с весеннеполевых работ и заканчивая с уборкой зерновых. Нужно сказать, что этот год выдался для селян сложным, но, тем не менее, мы преодолели все трудности. И весеннеполевые работы провели в агротехнические сроки. Выдержали те задачи, которые перед нами ставил департамент агропромышленного комплекса. Это сохранение посевных площадей и увеличение ярового сева. Поэтому, как обычно, мы яровой сев провели. Зерновые яровые у нас составляли 59% в структуре. Однолетние травы – 40% и 1% – это овощи и картофель. Для проведения весеннеполевых работ мы закупили 468 тонн удобрений. Всего по области 9 районов, которые применяют минеральные удобрения, мы в их числе. Было закуплено 121 тонна элитных семян, которая способствовала повышению урожайности и высокому сбору зерна. Дала осень этот результат нам. Собрали урожай более 2000 тонн зерна, при средней урожайности 16,2 центнера с гектара. И заготовили на условную голову 21,7 центнеров кормовых единиц, что вполне достаточно для проведения зимнестойлого периода. И на 2021 год уже сделали хороший задел. Сейчас в хозяйствах идет спашка поднятия зяби. Мы посеяли 223 гектара зимных культур. Последнее время район работает очень хорошо с зимыми и с подсевом трав. Потому что животноводство нужно обеспечивать своим зерном и своими силосом и сеном с многолетних трав. С чего можно заготавливать корма. И последнее время применяем такие культуры, как кукуруза, вика и горох. В основном бобовые, чтобы получать больше молока. Конечно, у нас на территории района еще стабильно работает птицеводческое предприятие. Это за птицефабрика Гуйская. Где проведена широкая реконструкция всех цехов птицеводческих. Построена линия яйцосклад, где яйцо поступает автоматически. Все механизировано. Есть планы на будущее. Там еще строительство одного птичника. Также на территории работы у нас молокоперерабатывающие предприятия. Это воскресенские сыроделы Воскресенье. Которые ежегодно выпускают новые виды продукции. И, конечно, наши фермерские хозяйства, которые радуют нас своими успехами. У них три направления. Это молочное, мясное и картофель с овощами. И в этом году нам удалось заложить 11 гектар клубники. То есть многолетнюю закладку сделать. На следующий год площади у нас увеличатся. И в этом году мы получили 20 тонн. Собрали клубники с полей. На следующий год, я думаю, урожай у нас вырастет. Эти успехи, они у нас никак не обходятся без поддержки. Поддержки государственной, нашей программы, по которой мы работаем. И вот по итогам 9 месяцев наш район получил около 39 миллионов субсидий, которые пошли на приобретение в весенне полевых работах. Это удобрений, семян и техники. С начала года мы приобрели 17 единиц техники. То есть район модернизируется, развивается. И у меня гордость за наш район в том плане, что везде у нас идет созидание. Даже начиная, допустим, та же клубника, новшество какое-то. Потом воскресенье Агра. Они задумали очень большое дело. Это реконструкцию животноводческого комплекса роботизированного. Это у нас будет на 10 лет этот проект. Но я думаю, что он будет завершен. В этом году начало его. Также, значит, воскресенский сыродел в этом году сделал закладку сырохранилища. И на следующий год у нас будет поставлена наверху линия по розливу молока пакетированного. И будет уже свой бренд пакетировано «Воскресенское молоко. Наша Буйская» по нашим торговым точкам. И также оно будет идти в соцсферу, то есть сады и школы. Район сегодня живет. И это все благодаря труду наших жителей, наших селян, также руководителей. И поэтому вот в преддверии праздника, Дня работника сельского хозяйства, еще раз хочется поздравить наших селян всех с праздником. Пожелать им крепчайшего здоровья, благополучия. Еще добиваться высоких производственных показателей и всем личного человеческого счастья. Продолжение следует...